Я сейчас раскрываю секрет на весь мир – концентрация на чакрах должна быть со стороны спины. Представьте себе, что у вас в голове маленькое солнце – это духовная излучающая мощная сила, которая из себя потом формирует элементы отдела мозга. Целитель, например, начинает работать формально, выполняя массаж, он сдвигает за этим еще и астральную эфирную часть. Мы удерживаем энергию внутри тела, и таким образом мы не теряем силы. Лифт вашего внимания опускается, допустим, на второй этаж с фатхистана чакры, из лифта никто не выходит. Сайрам, друзья, мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мир кри-йоге с Имрамом Гири. Приветствую, Имрам. Приветствую всех. Мы продолжаем в этом видео, в этой нашей встрече обсуждать тему чакры. У нас уже вышло одно видео про чакры. На самом деле, до этого мы делали замечательные, очень интересные видео, посвященные Мухатару Бабаджи, Сатя-Сай-Баби, Кичаре мудро, Самхаве мудро, информационная гигиена. Так мы обозначили одно из этих наших предыдущих видео. И в одном из предыдущих видео мы, в общем, начали говорить о чакрах. Поскольку эта тема абсолютно глобальная и бесконечная, поэтому, в общем, мы продолжаем обсуждать эту тему. Поэтому, если вы не видели предыдущее видео, не проблема, смотрите это, но обязательно потом посмотрите то другое видео. Ну, если вы смотрели предыдущее, то, конечно же, вы получите удовольствие от того, что мы просто продолжаем уже рассматривать тему чакры. Так, чакры – это семь энергоинформационных точек, которые находятся в позвоночнике в головном мозге. Огромное количество людей по всему миру знают чакры. Недавно мы делали видео с Павлом Калягином, которого ты, ну так, априори знаешь, так сказать, да, заочно. И он говорит, что вообще, в Америке медитация на чакры – это как здрасте. Все просто знают, что это такое, но никто не знает, что это такое. То есть, как бы, чакры – это такая вещь, так сказать, знают все. Итак, итак, следующий мой вопрос – это… локация чакр, что такое настоящее местонахождение чакры, так называемое кшетром или проекция. Это очень большая практическая весьма тема, потому что вроде бы семь чакр. Вроде бы мы уже в прошлом нашем видео, посвященном чакрам, выяснили, что чакры существуют объективно, они существуют и в каузальном, и в астральном, и в физическом плане проявлено. Но, тем не менее, сюрприз-сюрприз в разных направлениях, есть не только йоги, тантры, раджи, но даже кри-йоги. Вот это точное местонахождение чакры подчас определяется немножечко по-разному. Я не вижу в этом противоречия, но, тем не менее, сложненький такой вопрос. Но туда возникает еще большая сложность, что есть так называемые кшетром или проекции чакр. И вообще некоторые школы даже не говорят о том, где чакра на самом деле находится. Они просто берут и говорят, вот у нас есть проекция, и мы работаем с проекцией. Знаменитый такой вопрос, ситуация, когда основание шейного отдела – это вишутха, чакра, ну, типа, не все могут это почувствовать, а вот здесь, ну, еремная ямка под кадыком, ну, почувствовать же ее легче, и поэтому иногда упрощают и говорят, вот здесь горловая чакра. Или, скажем, аджина чакра у нас в центре головного мозга, но межброви, центр лба ощутить легче. И вроде как говорят, ладно, давайте вот будем считать, что аджина у нас вот тут. То же самое с панипурой, которая, опять же, кто-то говорит, это поясница, солнечное сплетение и так далее. Но вроде пуповину легче, давайте пуповину ощущать и так далее и тому подобное. Вот раскрой, пожалуйста, свою точку зрения местонахождения чакр, проекции, в какой степени вообще работать с проекциями правильно, возможно, а может, это вообще неправильно или потеря времени, что надо все-таки локацию находить правильную. Какова твоя точка зрения? Дело в том, что в школах, в различных школах йоги, допустим, коснемся раджа-йогу возьмем, да, в целом, потому что очень много школ. Они все, эти школы, заинтересованы в том, чтобы обнаружить центры чакрические. Потому что с чакрами надо работать, и именно благодаря чакрам человек развивается. Почему он развивается благодаря чакрам, я потом попозже раскрою, но проблема в том, что, как ты правильно сказал, разные школы говорят о том, что чакры находятся в разных местах. То есть, они каким-то образом не на тех местах, где им положено быть с точки зрения разных школ. Почему так происходит? Потому что есть понятие блуждающих чакр. Блуждающие чакры — это сгустки энергии, которые фактически не на одном месте. Вот, например, есть такое понимание, как золотник. И если золотник человеческий, он находится в области пупка. То есть, это абдоминальная часть, это область пупка. Если золотник человеческий находится не на месте, то мы понимаем, что энергия смещена. Идёт смещение астрального тела, эфирного тела. И, соответственно, на физическом теле идёт смещение, и мы физически чувствуем, что золотник, так называемая пульсация, вот этот центр энергетический, который мы должны ощущать в области пупка, по центру он смещён. Его выстраивают на место. Вот, кстати говоря, благо в том, что мы через физическую коррекцию можем управлять несколько эфирно-астральным планом. Если бы этой возможности не было, то у людей не было бы шанса выздороветь. Потому что мы не можем сразу влиять на астральное тело, мы даже не знаем, что оно существует. Врачи, например, вообще не знают, что астральное тело существует. Они в них и не верят, даже если слышали. Не все, но в основном. Основная масса врачей. Они не принимают это. Но люди, которые понимают эти процессы и которые не могут, допустим, влиять психосоматически на тонкие тела, они могут влиять на физическое тело. А как закон работает? Помните инзумрудная скрижаль Гермеса Тристмегиста? Как наверху, так и внизу. На земле, в человеке. То есть все законы бытия высшего сознания проявлены в человеческом теле. Мы до этого в предыдущей нашей с тобой передаче говорили об этом. И когда мы влияем на физическое тело, мы имеем возможность влияния на эфирно-астральное тело. И наоборот тоже. Соответственно, наоборот, естественно, всегда так происходит. Сначала на астральном плане идут изменения, потом физически кристаллизуются. Но мы на физическом теле, воздействуя на него, можем изменить и эфирно-астральную часть. И в этом непосредственно участвуют как раз точки проекции вплоть до самой чакры. Например, если мы хотим сконцентрироваться на центре межброви, и мы говорим, что мы хотим подпитать или пробудить свою аджн-чакру, куташтхидришти, и этот центр находится здесь, либо здесь. Вот когда задается вопрос, а почему он здесь, а не здесь? Некоторые говорят здесь, чуть выше середины лба, некоторые говорят именно межброви, основание носа еще чуть пониже. Саттясай Баба говорит, что медитировать нужно на основании носа. Но основание носа – это и есть межброви, на самом деле. Вот эта перегородочка. Вот. И почему такие разные подходы? Потому что это связано с человеческим фактором. Мастера, которые передают своим ученикам, ученики, которые передают, будучи мастерами, уже передают следующую, небольшие искажения и изменения. Но в целом область остается. Чакра – это ведь не точка маленькая. Это не акупунктурная точка, которую надо найти, точно попасть иглой. Это область. И эта область в любом случае, она занимает определенный размер. Это достаточно большой шарик, образно говоря, да, может быть, несколько сантиметров. Зависит от его активности. Вот. Поэтому, если, допустим, человек концентрируется на точке проекции в области середины лба или непосредственно между бровями, он не ошибется. Потому что, на самом деле, там, где внимание, а внимание занимает область. И вы удерживаете взгляд вверх, к примеру, чувствуя эту зону, вы все равно поднимаете энергию вдоль позвоночного столба до того уровня, который необходимо достичь, чтобы эта чакра начала получать энергоинформационные потоки. Ну, то есть, энергию в большей степени. Проще говоря, получать энергию для того, чтобы она пробудилась. Поэтому здесь нет никаких противоречий. Но знатоки, допустим, говорят, что нет, нужно именно в этой точке держаться. Хорошо, держите в этой точке, и все будет работать. В любом случае. Потому что это уровень. Если мы говорим о том, что блуждание чакр происходит, то, конечно же, оно происходит из-за того, что смещение эфирно-астрального тела, а такие люди, как правило, чувствуют болезненность в теле, оно существует. И тогда чакра несколько смещается. Ну, к примеру, некоторые медитирующие говорят, вы знаете, я почувствовал, что у меня шея расширилась, и показывает с правой стороны. Я говорю, ты не почувствовал, что она и слева расширилась? Нет, у меня было ощущение именно справа. То есть эфирная часть его стала активной в этом месте, в силу каких-то обстоятельств. Это связано с мышлением, это связано с активностью того или иного полушария. Это связано, скажем так, с тонким восприятием в данной сфере через полушарие, через то, что называется нейронная сеть. И феномен, который возникает, он может выглядеть таким образом, что его шея уперлась в… У меня, кстати, был такой опыт, когда я занимался пранаямом еще в 90-х, в лихих 90-х, я стоял в посередине комнаты, и моя шея уперлась в две стены, и я не мог даже двигаться какое-то время. Настолько эфирный план был очень активный в этот момент, эфирно-астральный план. Потом мягко, когда я переключил внимание свое, это все рассеялось, и я почувствовал, что тиски исчезли. Знаешь, как струбцины зажали, как будто бы. Такие вещи существуют, но по этим реакциям тонких тел можно судить о том, что в этом месте как раз и есть центр. То есть это феномен, который, или, допустим, парномальные какие-то эффекты, которые позволяют человеку увидеть, что в этом центре или в этом месте его физического тела, мы же умом сразу на физику обращаем внимание, привычка такая, в этом месте как раз есть энергия, сгусток или скопление этой энергии. И вот возвращаясь к золотнику, мы сдвигая, вот целитель, например, начинает работать, формально выполняя массаж, сдвигая артерию или центральную, да, вот эту вот центральную артерию, сдвигая к пупку, он сдвигает за этим еще и астральную эфирную часть. И тогда он выравнивает этот золотник, и у человека жизнь начинает течь ровнее, нежели когда до момента вот этой коррекции, так называемой. Коррекции психического центра, эмоционального центра, физического, они все взаимодополняющие и очень связаны. Поэтому когда мы визуализируем чакры, лучше делать так, как говорит учитель, потому что учителю виднее. Но в данном случае я скажу, что Лохири Махасая сказал в свое время, я сейчас говорю о себе лично, что визуализация центров, ну это мой личный опыт, визуализация как ощущение восприятия, а не как представление просто. Обязательно, это очень важно, я сейчас раскрываю секрет на весь мир, но я заинтересован в том, чтобы люди быстро развивались. Объясню потом почему. Обязательно переживание или концентрация на чакрах должна быть со стороны спины. Это очень важно. Об этом мало где написано, об этом мало кто знает. Все привычно воспринимают чакры по передней стенке. Вот, например, рисунок человека, который медитирует, и у него младхара, свадхистана и так далее, и так далее. Вишутха чакра, разные чакры, точки проекции. Когда человек медитирует, он пытается запустить энергоцентр, он начинает его делать активным, он посылает туда огромное количество внимания, энергии, там, где наше внимание, там энергия. И удерживая глаза вверх, он начинает чувствовать по передней стенке, и у него не включаются чакры. Да, они получают какое-то количество энергии, но запуска реактора, вот этого духовного, не происходит в той сфере, в той теме, или, скажем, в той мере, которая должна быть, чтобы чакра начала работать. И поэтому мне печально видеть, когда учителя, некоторые, не зная об этом, ну, не все хотят принять эту истину, да, то есть не все иногда слушают подсказки, либо, там, допустим, предложения какие-то в силу каких-то эгоистических особенностей сознания. Я вижу, когда они дают, допустим, своим ученикам техники по раскрутке чакр, и вот они сидят спереди, их раскручивают и так далее, это мало работает, мало эффективно. А вот когда человек занимается практикой крия сознательно и обращает на младхара чакру с точки зрения нижней части крестцового отдела, либо, допустим, копчик пусть будет, но свадхистана чакра — это крестцовый отдел напротив лобковой кости, но именно с точки, со стороны задней части, вот тогда чакры начинают работать. То есть это феномен, это психический центр, и это связано с нашей духовной реализацией. Поэтому я всегда говорю о том, чтобы работа происходила на том уровне, когда вы, переживая ощущение чакры, вы погружаете свое сознание, удерживая глаза вверх, погружаете свое сознание именно в центр, где вы чувствуете, а не представляете. Потому что любое представление — это голограмма, которая выдвигается в сознании, куда смотрят ваши глаза, куда смотрит ваш мозг, образно говоря, да, реагирует. И получается, что вы всю энергию вытягиваете из себя и пытаетесь реализовать что-то за пределами тела. Получается, что мы таким образом растрачиваем жизненный центр, растрачиваем жизненные силы. Вот же в чем секрет, да. И когда мы это начинаем чувствовать по задней стенке, но смотрим вверх, то мы удерживаем энергию внутри тела. И таким образом мы не теряем силы. Потому что если энергия наружу, как некоторые говорят, а можно до чакры энергию опустить, а потом из чакры куда-то и выстрелить? Зачем это делать? Для чего? Но вот во многих руководствах сказано, что чакра должна излучать энергию, и мы отдаем эту энергию куда-то в пространстве. Я говорю, ну отдайте тогда все ваши деньги, отдайте все ваше имущество в пространство, отдайте всю вашу жизненную силу, просто отдайте и все. И с чем вы останетесь? И будете ли вы после этого? Ну то есть вопрос такой, серьезный. Поэтому я говорю обычно, лифт вашего внимания опускается, допустим, на второй этаж с фадхистана чакры, из лифта никто не выходит. То есть даже двери не открываются, просто отпустился лифт и все. Энергия должна остаться внутри. Вот в чем дело. Но точки проекции, которые существуют, они помогают здорово ум, который не привык к чувствованию тонких процессов, привязать физически к каким-то зонам. И это нормально. Поэтому я говорю, чувствуйте пояснично-крестцовый отдел, в данном случае крестцовый отдел, именно физически. Если вы не можете чувствовать физически, ударьте, шлепните это место, вызовите ощущение, нажмите на него, уколите его. Как один мастер говорит, к нему ученик пришел, он говорит, мастер, я не могу никак сконцентрироваться на аджан-чакре, я не могу никак поймать вот эту вот точку, которую должен прочувствовать. Учитель говорит, подойди ко мне ближе. Он взял кнопку и вонзил эту кнопку ему в эту точку. Теперь чувствуешь? Он говорит, о да, теперь я чувствую. То есть он вызвал боль, и эта боль приковала ум к этой зоне. Когда мы чувствуем боль, у нас нет проблем с концентрацией, согласись? Да, 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 увы, боль тоже бывает инструментарной, да. Да, и когда мы чувствуем боль в голове, это очень хорошая возможность осознавать, что энергия сейчас находится в голове, потому что там ваше внимание. Работаете с аджан-чакрой? Вот мой учитель, йогер Амаях, он в данном случае был так, продолжая твою уже, так сказать, точку зрения, так сказать, тоже достаточно радикально, он говорил, что зачем тратить время на какие-то кшетрам, проекции, всё равно вам придётся потом переучиваться. Совершенно верно. С самого начала научиться правильно ощущать чакры там, где они есть. И для некоторых бывает сложно. Но вот этот момент, что да, вы можете попасться на эту ловушку, ну давайте начали какие-то проекции. Там ведь проекция бывает не только на поверхности тела. Ты, в общем, это уже указал, что бывают проекции вообще вот здесь вот, как говорится, перед нами. Это уже астральная проекция. Что ж? Это астральная проекция. Возможно, это легче, но всё равно придётся переучиться. Поэтому, в общем, конечно, лучше сразу пояснять, где чакры на самом деле находятся. И уже, в общем, пусть чуть медленнее, но это будет всё равно быстрее именно ощутить эти чакры именно там. И, конечно же, такая сложная вещь, мы её иногда с тобой обсуждаем, массовая йога. Ну, вроде бы, это и хорошо, когда там совсем массовая. Но, конечно, глубины там сложно увидеть. И иногда, ну что я могу сказать, я в этом смысле сильно более либеральный. Ну ладно, хоть стадионами собирают, хоть как-то там прокачивают энергию. Лучше уж там, чем ничего. Но, во всяком случае, если более серьёзно практиковать, конечно же, это важно стараться почувствовать, увидеть реально, не просто визуализировать, увидеть реально внутренним взором и ощутить чакры там, где они есть. Потому что там находится та самая энергия, там находится та самая информация. И мой следующий вопрос про Аджна-чакру. Итак, Аджна-чакра, казалось бы, одна из семи чакр, но для Кри-йоги свет сошёлся на Аджна-чакре. Недавно относительно перечитывал, в очередной раз комментарии Йогананды к, по-моему, даже Новому Завету, это всё-таки было, потому что я параллельно читаю по Бхагавадгите её комментарии Йогананды по Новому Завету, и он там вообще говорил так, очень прямо чётко говорит, что все великие святые прошлого и настоящие, и перечисляют в том числе Иисус Христос, Будда, они все обрели вот это космическое сознание, со Христового сознания, сознание Кришны, божественное сознание, раскрывая именно Аджна-чакру. То есть для Кри-йоги есть какие-то важные моменты, как Кичария, Мудра и так далее, и в том числе работа с Аджной-чакрой. Конечно, принципиальный вопрос заключается в том, что Аджна-чакра находится в центральной части головного мозга. Опять же, там разными школами Кри-йоги указывается верхняя часть медулы Аблангаты, гипофиз, между гипофизом и эпифизом. Ну, хорошо, даже если мы сейчас, может быть, осторожно будем касаться, где она точно находится, в любом случае центральная часть головного мозга, это не межбровь, не центр лба. Итак, скажи, пожалуйста, в чем же значимость, на твой взгляд, Аджна-чакры для божественной эволюции человека? Почему в Кри-йоге реально свет сошелся на Аджна-чакре? С точки зрения йоги высокого пути, Кри-я, я считаю это венцом вообще всему, Аджна-чакра рассматривается как всевидящее око. А всевидящее око мы рассматриваем как место пребывания Бабаджи, бессмертного Бабаджи, который уже не в физическом теле, но как сущность всего и всему присутствует именно в Аджна-чакре, мы именно Аджна-чакрой, всевидящим око, можем видеть и общаться с Бабаджи. Это, конечно, формально здесь, но воспринимать это только с точки зрения «в моей голове сейчас находится Аджна-чакра» — это неверно. Аджна-чакра — это состояние сознания, до уровня которого поднимается душа или сознание человека, неофита, ну того личностного аспекта. То есть переживание чувства присутствия Бога абсолютного возможно только тогда, когда вы сознанием своим подниметесь до уровня, а формально это Аджна-чакра, до уровня понимания того, что у вас сейчас есть возможность напрямую общаться со Творцом. Это глубокое состояние медитации и уже самадхи. Поэтому свет действительно сошёлся именно в Аджна-чакре, потому что это и есть око. И когда вы общаетесь со Творцом, вы, конечно же, знаете всё обо всём, потому что вы уподобились этому, вы, наконец-таки, ну скажем так, обнаружили себя тем же Творцом, который был когда-то от вас далёк, где-то, вы его искали, но сейчас вы нашли его, вы поднялись сознанием, вы стали этим непосредственно. Это называется встретиться лицом к лицу с Высшим Я. Поэтому Аджна-чакра, естественно, это последний шестой центр, с которым мы работаем. Сахстрара-чакра, он всеобъединяющий, это уже полная, скажем, форма объединения, растворения, и там нет никакой дистанции, идёт полное слияние, скажем так, да, уже сущности с сущностью, по сути. Поэтому, когда мы практикуем, мы работаем, когда мы работаем с центрами, то Аджна-чакра является доминирующей, является самым важным центром, через который идёт нисходящим потоком вся духовная сила, сила Духа Святого, наполняющая вас до самого физического мира, физически проявленного. Поэтому она считается важным элементом, самым важным элементом. Я бы проще сказал, что это место, где восседает сам Бабаджи, там присутствует трон. Это и есть фактически область лингама духовного, шива лингама, где мы рассматриваем продолговатый мозг, как шива лингам, если говорить как орган. Но если говорить как, допустим, отдел или область, то Аджна-чакра, представьте себе, что у вас в голове маленькое солнце. Можно ли сказать, что в это солнце не вмещается, допустим, эпифиз, гипофиз, или шишковидная железа, или, допустим, там какой-то другой элемент, мозг, правое-левое полушарие, мозжечок, межполушарная связь. Это всё целое. Это духовная излучающая мощная сила, которая из себя потом формирует элементы отдела мозга. То есть идёт кристаллизация этих всех органов из этой духовной составляющей. Между ними есть определённая градация. Ну, например, между физическим и эфирным планом есть семь подпланов, которые мягко-плавно переводят на более тонкий уровень, и наоборот. Между эфирным, допустим, и астральным планом есть семь подуровней, где из эфирного плана более тонкая, 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 к астральному. И наоборот, из астрального более материально проявлена вплоть до физического. Семь подуровней. А у этих семь подуровней есть ещё семь подуровней. То есть это мягкий, плавный переход в сторону уплотнения, либо разрежённости. Ну, я надеюсь, это понятно. Мне кажется, очень важная вещь, ты сказал такой же, смотри, как бы, да, и Махалтар Бабаджа. Но у нас отдельное большое видео есть. Опять же, я думаю, что мы вернёмся к этой теме. Величайшая божественная инкарнация, которая вместе с нами летит в космосе на этой планете Земля. И действительно, очень многие люди читают афобиографии Гананда, читают другие книги, где упоминаются про Махалтара Бабаджа, типа собирают рюкзачок, и туда, в Бадренатах, встречаться с Бабаджем. Ну, понятное дело, что, как правило, ты... А он уже накрыл стол с чаем, там, ждёт. С чаем ждёт этих вот, так сказать, только вот они ему... То есть, на самом деле, подлинная встреча с Бабаджем и его пещера Гималайска находится в центре головного мозга, и центральная часть головного мозга на санскрите ещё называется гуха. Гуха, то есть пещера. Когда говоришь, что Бабаджи живёт в пещере, да, возможно, он живёт в пещере, или, может, там десяток дворцов, которые увидеть невозможно, но он там живёт. Я не знаю, там наши фантазии, давайте юмор включать. Но, по сути, настоящая пещера – это центр головного мозга каждого человека, каждого практикующего медитацию, кри-йогу. И именно там происходит внутренний даршин, внутренняя встреча с Мухатаром Бабаджем, которая является самой главной. Ведь что говорил, скажем, опять же, мой учитель Йогер Мех, что можно встретиться с Бабаджем, это может быть для вас бесполезно, это может вас не изменить. То есть, встреча с Мухатаром Бабаджем есть смысл только для того, кто глубинно практикует медитацию и уже встретился с ним в альчной чакре. То есть, тогда физическая встреча вообще имеет смысл, а может быть, даже уже не имеет. Вот даже так можно сказать. Поэтому очень важно, что альчная чакра – действительно трон, это пещера, по-разному это именуется, где пребывает Мухатар Бабаджем, там происходит внутренний даршин, означает внутренний шахтепад, когда ниоткуда снисходит энергия, она изнутри проявляется. Да-да-да, говори. По той причине Саи Бабаджи, Сатья Саи Бабаджи, он говорил о том, что не интервью, но интервью, интервью, интервью. То есть, он говорит, когда вы физически привязаны, люди, которые привязаны к физическому миру, они, конечно, все пытаются воспринять так, физически. Встречался ли Лахири Махасая с Бабаджи физически, Йогананда? Встречался ли там Имрам или Святослав Джи с Бабаджи физически? Это так важно для людей. Именно потому, что они ориентированы на физический аспект. Но встреча внутри с настоящим гуру, сат-гуру, внутри тебя. Оно меняет изнутри, оно меняет всю Вселенную. И тут физическое неважно уже абсолютно. Но тем не менее, мы встречались с Бабаджи физически. Это его милость была. Конечно же, да. Для чего? Для того, чтобы был дан импульс. И этот импульс был дан. И тогда ты, когда подхватываешь эту энергию, ты начинаешь практиковать интенсивно, используя эту энергию, вибрации, ты приходишь к тому, что наконец-таки ты чувствуешь его внутри. И как раз становится удивительно и смешно, с одной стороны, и радостно, и грустно, что ты раньше этого никогда не знал. И теперь радость от того, что ты понимаешь, что он всегда был с тобой. Что он всегда был тобой. Ты просто его не замечал. Да, ты просто не понимаешь. Кстати, друзья, это очень важно. Не призывайте Бабаджи в Альшну, он изначально там. Его надо просто заметить. И замечательно, что ты вспомнил про Сатя Сай Баба или как ты его называешь Сатя Сай Бабаджи. И, кстати, ничего странного нет для некоторых русскоговорящих практикующих стран. Что это Эмрам с Сатя Сай Бабаджи? Что он там миксует? Не то. На самом деле, в Индии Сатя Сай очень часто в Кутапарте индусы называют Бабаджи. Это просто обращение. Так вот, действительно, ты очень правильно говоришь о том, что вспоминаешь, что Сатя Сай говорил нам всем, стремитесь к интервью, к внутреннему вот этому контакту. Понятное дело, что мне говорить об этом неприлично после там нескольких лет работы переводчиком и гигантского количества интервью, на основании которых я уже пишу книги, воспоминания. Но наблюдая все эти интервью, наблюдая огромное количество людей, я, к сожалению, наблюдал, что люди, которые подчас приходили на интервью, общались с Сатя Сай непосредственно, но они были закрыты внутренне, не выходили. В общем, потом все это дело забывали, бросали, уходили вообще, вот вообще, непонятно, даже из духовности выходили. Но те люди, которые приходили на интервью, так у них получалось, это приглашалось Сатя Сай, и те люди, которые изначально приходили в комнатку для интервью, неся Сатя Сай уже в своем сердце, в своей Аджна Чакре, вот там были настоящие интервью, и в этом смысле очевидно, что прежде всего интервью, то есть внутренняя связь. И, конечно, это не только Аджна Чакра, это и много других мест, где может проявиться тот же Мухатар Бабаджи, но Аджна Чакра это начало всех начал. У меня следующий вопрос. В прошлом нашем видео, которое тоже было посвящено чакрам, ты несколько раз произнес замечательное словосочетание, я в прошлом видео не обратил на это внимание, это энергоинформационная структура, энергоинформационные точки и так далее, и так далее. Я часто в своих видео и интервью, так сказать, когда меня кто-то спрашивает, или, скажем, на семинарах, хорошо, я говорю, что ребята, не ленитесь, не называйте чакры энергетическими точками, потому что это неправильно, потому что они энергоинформационные. То есть, казалось бы, мы можем полениться и сказать, ну, энергетические точки, то есть все, но это большая разница, потому что это точки именно энергоинформационные. Итак, информация проявляется в энергии, только тогда она является проявленной. Любая энергия всегда несет в себе информацию. Чаще всего, я подчеркиваю, не всегда, но чаще всего мы работаем все-таки с энергией, потому что энергия это тепло, энергия это вибрация, энергия это свет, но на самом деле смысл-то в том, чтобы погрузиться в потоки именно информационные, потому что эти семь чакр, как я часто говорю на своих семинарах, это семь файлов, семь полочек с информацией, и вот именно работа с информацией является основополагающей. И следующий мой вопрос, это предложение, чтобы ты поразмышлял о том, почему важно именно не лениться и говорить, что это энергоинформационные точки чакры, что такое информация, что такое энергия, взаимосвязь энергии и информации, ну, естественно, в контексте именно чакральной системы, именно чакр. В этой ситуации все зависит от уровня восприятия, от уровня сознания, от уровня развитости человека самого, как такового. То есть, допустим, обычный человек живет пяти органами чувств. Он видит, слышит и так далее. То есть, это физические органы чувств, которыми он руководствуется. Он говорит, ветер подул, мне стало холодно, мне стало жарко, допустим, мне приятно, неприятно, комфорт, дискомфорт и все такое. Соответственно, когда он говорит энергоцентр, он опирается на что? На ощущение некого тепла, либо холода, либо каких-то физически проявленных явлений, которые он воспринимает обычно своим мозгом. Когда мы говорим о том, что это не просто энергоцентры, это энергоинформационная составляющая, я сейчас не буду, скажем, углубляться в то, что само слово информация, что из себя представляет и так далее. Людям всем понятно, что информация – это что-то, что раскрывается в качестве знаний в виде каких-то элементов, которые можно понять, познать. То есть, это что-то в виде небольшого количества знаний, к примеру, вот чакра. Но когда мы говорим о том, что это не просто энергоцентры, это энергоинформационные центры, мы открываем еще одну дверь в глубину. Мы открываем возможности человеку погрузиться еще глубже. мы открываем человеку возможность понять более тонкие вещи, которые стоят за гранью обычного пятимерного восприятия, ну, скажем, пятиуровневого восприятия физического плана. Вот о чем речь. И когда, допустим, я даю семинар, в конце семинара обычно раскрывают техники сакральной, вот этот смысл вообще, принципа теории божественного сосуда, куда входят, конечно же, чакры. Вот я как раз говорю о том, что из себя представляет энергия. С точки зрения обычного восприятия энергии это некая сила. Да, правильно, это сила. А что еще из себя представляет энергия? Энергия – это информация. О, теперь человек знает, оказывается, это информация, то есть, это о чем-то, что можно понять, но она же еще и сила. Да, правильно. А что еще представляет из себя? Сила – это духовная сила, сила созидательная или разрушающая сила, не духовная. Слабость, кстати говоря, это сила, которая разрушает, это слабость. То есть, мы затрагиваем философские моменты, которые очень четко связаны с научным концептом вот этого всего. То есть, мы потихонечку укладываем базовый философский принцип в понимание нашего научного восприятия или ученого восприятия умом, конкретно вплоть до физического. Это аналогия может быть, но это прямая взаимосвязь вот этих вот аспектов. Теперь я говорю сила. Если я говорю сила, это значит информация. Если я говорю информация, это значит энергия. Если я говорю сила, информация и энергия, я называю это Богом. И у людей вообще возникает понимание, что оказывается, Бог, как Он себя проявляет? Он себя проявляет абсолютно по-разному. Многогранность этого проявления. Но всё же в базовом принципе это сила. Это потоковость. То есть сила. Мы чувствуем это. Мы же чувствуем это воздействие духовной силы. Это ещё и вибрация. И когда мы чувствуем воздействие силы, мы знаем, что это вибрация. Вибрация это что? Это информация. Информация это свет. Свет это вибрация. Это всё сила, информация, энергия, бог то есть это космическая энергия космическая сила в духовном отношении подкрепленная духовной силой трансцендентальная энергия вот вот в чем как говорится принцип как раз в сознании человека если человек это укладывает в себя у него открывается множество дверей через которые он может пройти еще глубже и дальше и очень важно понять что все это абсолютная красота а в красоте что мы любим в красоте мы любим формы то есть творец воспринимается нами как и формы тоже а что такое формы форма это вибрации вот мы смотрим на что-то он определенной формы почему он такой формы потому что вибрации так работают вибрации и есть эти формы а свет который мы видим абсолютно красивый та же радуга что это такое это частоты частоты что это это вибрации вибрации это формы получается что формы вибрации и частоты это числа поэтому в эту вселенную можно вычислить полностью через математические значения наша вселенная почему многие мастера или допустим я общался с некоторыми они они общаются очень парадоксальным образом символами и числами они не говорят так как мы в обычной жизни говорим они говорят закон пяти закон 9 закон 12 и ты их понимаешь потому что в этот закон входит абсолютное понимание уровня сознания того который вибрирует на уровне закона двенадцати или одиннадцати примеру я в образов ставлю такую маленькую историю про ганапачи тандасвами когда ему было там не так много лет он уже основал ашрам вдруг один раз ночью есть такая история в своей книге и описано если не был свидетелем до моего рождения рассказать короче говоря таскать вот ночью приходит какие-то ну махатмы все в ашраме там смотрят они сели рядом все вместе и у них всю ночь был разговор как раз вот такой вот вот такими фразами и все ашраме ты сидели и слушай понимаешь что что-то происходит интересно так что вполне реальные истории конечно конечно я знаю историю о том когда махаватар бабаджи физически проявил себя и пришел к сай бабе в путтапарте весь зал застыл и это молодой человек стоял единственные все сидели ну ты знаешь что мандире все сидят сай баба сидел в кресле он появился они стояли он стоял и баба смотрел на него достаточно долго и он глаза смотрел бабе долго общение было телепатическим затем никто не шелохнулся затем он развернулся и ушел через ворота не через те где мы заходим а через отдельно на веранду которая выходит ворота вот естественно потом некоторые наши русские попытались побежать за ним найти этого молодого человека вот но он бесследно исчез но с вами потом дал понимание что это был бабаджи гималайский бабаджи видишь такая игра интересная махатма пришли к сад читананде ганапати сад читананде и общались с ним таким символическим языком который понятен только им и не очень или совсем не понятен ашрамитам да но при этом им хотелось узнать об этом что иди удивительно они были свидетелями этого то есть это вдохновенные души которые по сути прибывали там и имели такую возможность но им надо было бы чувствовать больше тогда бы они узнали еще больше но ум хочет конечно услышать то что ему понятно поэтому да язык символов я хочу сказать следующее что практически все священное писание они написаны именно таким образом их нельзя понимать буквально когда мастер иисус говорил следующее допустим никто не может войти в царствие божие как только через меня это же нельзя понимать буквально это это глубина всех глубин он за этим стоит его глубинный опыт познания за этим стоит его познание целой вселенной самого отца через кстати раскрытую или уже принятую понятую аджна чакру которая не является просто каким-то отдельно взятым дуплом куда человек ныряет и там все ему понятно становится это воспринимает ум это сознание которое всеобъемлюще чакры соответствует всем уровнем сознания и мирам допустим физическая младхара она связана с физическим миром но она также связана и с духовными мирами но эта концентрация энергии или знаний о физическом проявленном мире не том мире социальной жизни только а именно духовно-физическом и так далее вплоть до аджна аджна которая объемлет всю вселенную и за пределами этого находится вот поэтому здесь мы рассматриваем чакры как некие энерго информационные центры которые непосредственно являются результатом излучения духовной сферы божественности внутри человека и это излучение я на схеме обычно показываю схему божественного сосуда каким образом она происходит это излучение через какие центры и каналы это прана и апана взаимодействуя вы выстраивает все эти сферы все эти чакры как вливается туда это знание каким образом эти чакры как проекция возникают сначала потом образуется физическое тело утробе матери это это огромная наука она конечно требует очень большого времени я думаю что мы потихонечку будем раскрывать эту тему прежде всего и иогананда он говорил что некоторые из учеников во-первых сам иисус христос практиковал техники ну как бы которые мы называем крии йога и некоторые из его учеников интересно что иогананда не говорю что все апостолы и все ученики на некоторые из них были высоким практикующим ну как бы то что мы называем крии йога это конечно они это не называли крии йога и один из них был апостол иоанн самый молодой по возрасту и иисус говорил что это был его любимый ученик не главный как петр да как бы именно любимый и который как раз написал самый мистический евангелие от иоанна и апокалипсис то есть поэтому там это такая вещь наверное в том числе предсказательная но параллельно это вопросы внутренних процессов и конечно такая отдельная серьезная тема которая может быть когда-нибудь под видео а может быть я в любом случае должен буду это написать где-то в книге своей потому что уже давно обещаю но это действительно очень очень важно что многие древние тексты в общем они имеют много 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 планов много уровней понимания там про чакр гораздо больше чем мы можем себе представить я опять смотрю на часы представляешь как казалось бы одну секунду мы говорим а уже вообще полностью завершается наше сегодняшнее видео и ты представляешь я смотрю на список своих вопросов и там еще на одну серию так что следующий раз будем снимать еще одну серию по чакрам то есть как я обещал когда-то что типа тема бесконечно она реально бесконечно поэтому есть еще количество некое вопросов еще на один выпуск вот ну что ж я благодарю что ты нашел время и поделился своими знаниями мудростью на очень важную тему уверен что нашим зрителям которые либо начинают либо уже даже имеют очень большой опыт практики медитации в особенности крии йоги бесценные бесценные материалы которые смотрите друзья пересматривайте вот эти все видео которые я пытаю пытают искать и имрам гири все раскрывает раскрывает многие тайны и это видео которое нужно пересматривать там очень много информации которая вам откроется после второго третьего просмотра это как правильно как чтение какого-то текста так да хоп читаете пятый раз бага вот гиту или евангелие коран или автобиографии ганана хоп с пятого с десятого раз друг что-то поняли вот эти видео они имеют вот такое же свойство огромное тебе спасибо будьте счастливы будьте счастливы друзья раскрывайте все чакры до следующих встреч сэрран Субтитры создавал DimaTorzok